Вообще это прорыв. Проект Одиссея это начало, как я надеюсь, новой эпохи, начало совершенно другого поиска. То есть для нас, для поисковиков, для людей, которые смотрят на эту историю изнутри, из леса, у нас получается очень важно, чтобы мы перестали делать это только ногами, чтобы мы перестали делать это только теми традиционными способами, которыми это могли делать в принципе люди в каменном веке. Единственное отличие нас от людей из каменного века, это то, что сейчас наш пропавший может быть с мобильным телефоном, и пропавшего с мобильным телефоном мы можем определить благодаря вертолетам, если в этой области есть авиаторы, которые владеют этой техникой и готовы помогать в поисковых мероприятиях. Во всем остальном, ну да, там добавлены светодиодные современные фонари, появились навигаторы и прочие технологии, которые облегчают поисковые мероприятия, но поиск происходит при помощи человеческих глаз и человеческих ног. Больше ничего нет. То есть мы используем мышечную силу, ну собственно все. Мы смотрим, мы фиксируем, вот наш пропавший, мы его визуально определили. Мне бы очень хотелось, чтобы мы могли тратить меньше людей, потому что на поиске всегда не хватает людей. Человеческий фактор это такая самая тяжелая история. Меньше мы можем найти достаточно много технологий, наверное. Вот мы можем применить огромное количество какой-то новой техники, но нам всегда будет не хватать людей на каждом поиске. Опять же, для применения техники нужны определенные условия. То есть сейчас я не могу на каждом поиске использовать ту или иную технику. Для некоторых поисковых мероприятий нам очень полезен, например, болотоход. Но далеко не во все поиски он может просто физически добраться из-за того, что он большой, громоздкий, его тяжело доставлять и так далее. И вот этот проект, как я надеюсь, это будет совершенный прорыв. Это будет что-то абсолютно новое, что даст нам возможность искать с малым количеством людей. То есть людей, которых всегда мне не хватает на поиске, возможно, будет не хватать и в будущем, но при этом будет техническое решение, которое будет их заменять. Сейчас на каждом поиске это либо несколько человек, либо несколько десятков человек, либо в некоторых случаях несколько сотен человек, если речь идет о детской жизни, которые круглосуточно бьются за то, чтобы оставить этого пропавшего в живых, за то, чтобы его как можно быстрее найти. И есть хорошие периоды, например, лето с отличными ночными температурами и с длинной выживаемостью пропавшего. А есть осень, есть зима, когда люди так же успешно теряются, ну зимой в меньших количествах, но так же теряются. А осенью даже в больших количествах, когда они начинают более активно идти за осенними дарами леса, за опятами и так далее, но ночные температуры уже могут стремиться к нулю и выживаемость намного короче. И понятно, что сейчас мы вот справляемся с определенным количеством поисковых мероприятий, мы можем популяризировать историю поиска сколь угодно долго и увеличить даже количество тех поисковых мероприятий, которые делаем сегодня по России, предположим, в безумную цифру, скажем, вдвое, хотя я сейчас физически не представляю, как мы можем это сделать, но этого все равно будет недостаточно. Людей все равно пропадает больше и реагировать надо все равно быстрее. И вот именно для того, чтобы все это реагирование произвести, нам нужна новая технология, нам нужны совершенно иные методы работы в природной среде. В мечтах это выглядит следующим образом. В мечтах мы сидим в комфортном, теплом штабе. С нами есть некое, видимо, не очень громоздкое устройство, которое, выполняя какие-то задачи самостоятельно, позволяет нам определить местоположение пропавшего. И поиск превращается в организацию эвакуации пропавшего, ну и пострадавшего человека в зависимости от его состояния. И это совершенно другая история, которая требует намного меньше трудозатрат, чем организация полномасштабных поисковых мероприятий. И если появится технология, это, ну, это будет совершенно, совершенно новая жизнь, новый, новый мир. Для многих и многих людей, которых сейчас мало шансов на выживание в связи с пропажей, эти шансы появятся. И понятно, что для команд, которые будут делать эти устройства, которые будут делать эти технологии, для них важно глубоко осознать, что это, как оно применяется. Моя рекомендация принять участие во многих поисковых мероприятиях, посмотреть живьем изнутри, как это происходит сейчас, ощутить те трудности, которые сейчас на всех стадиях, не послушать про них, а непосредственно попробовать. Это важно для того, чтобы не возникало какой-то иллюзии в середине проекта, которая к реализации вдруг неожиданно, и тут-то они узнают о том, что вот, а так, оказывается, нельзя сделать. Очень просто это понять, пропустить через себя в разных режимах неоднократно, ночью, днем, в дождь, в хорошую погоду, в плохую погоду. Сейчас для этого есть все условия, поисковый сезон, люди ходят за грибами в ежедневном режиме, поэтому тут надо просто присоединяться и смотреть. Для тех, кто будет участвовать в этом проекте мои пожелания, это безумный азарт и желание, желание победы, это штуковина, которая будет на самом деле спасать жизни. Она не для только там развлечения и не только как момент превосходства над какой-то другой командой, а это изделие, которое будет спасать человеческие жизни и, возможно, по всему миру. Это безумно актуально не только в России. Во многих странах мира это будет сверхактуальное устройство.